МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сегодня пятница, 21 ноября. В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа «Объектив» о последних событиях в ближайшее время. Смотрите в выпуске. 45-я новоуральская школа заминирована. Такой звонок от неизвестного сегодня поступил в Главное управление МВД по Свердловской области. Областной конкурс лидера чтения 2014 завершился в Екатеринбурге. Новоуральская делегация была самой многочисленной. Новоуральск – единственный город в регионе, где есть сразу две площадки робототехники на базе 58-го лицея и станции юных техников. Сегодня педагоги со всей Свердловской области перенимали опыт у новоуральцев. Вчера члены партии «Единая Россия» провели очередную 27-ю конференцию. Более 50 тысяч рублей обманным путем украли мошенники у жительницы города. Об этом и многом другом расскажем далее. Сегодня в Главное управление МВД по Свердловской области с сотового телефона поступил звонок. Неизвестный сообщил о якобы минировании 45-й новоуральской школы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. С подробностями Анна Акрамова. Около двух часов дня у 45-й новоуральской школы было людно. Учеников, педагогов и всех, кто находился в здании, экстренно эвакуировали на улицу. На место происшествия выехали полицейские во главе с начальником УВД Владимиром Ювковецким. Были задействованы кинологи, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, инспекторы ГИБДД, представители МЧС и бригады скорой медицинской помощи. По результатам обследования помещений школы взрывного устройства специалисты не обнаружили. Но детям и коллективу пришлось понервничать. На этот раз все обошлось. Так, ушли все! А кто его знает? А кто его знает? Пожалуйста, от школы все уходят на лицо. Полицейские оперативно установили личность звонившего. Им оказался 14-летний ученик 45-й школы, который, видимо, не подготовился к контрольной и решил таким образом избежать двойки. Школьник шутки ради позвонил с сотого телефона по экстренному номеру 112. Сигнал ушел в Главное управление МВД по Свердловской области. В течение нескольких минут сотрудниками полиции была установлена личность звонившего. Им оказался подросток этого учебного заведения, 14-летний, который пояснил свои действия вот эти вот, что он решил таким образом пошутить. Вот. И не знал, что это серьезное такое достаточное сообщение, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. Заведомо ложное сообщение о теракте. Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет. Телефонных шутников полицейские предупреждают. Незнание закона не освобождает от ответственности. Анна Акрамова, Антон Сапогов, Антон Пылаев и Николай Ларионов. Новоуральская вещательная компания. Привлечь внимание детей к книге, способствовать развитию традиций семейного чтения, а также выявить и поощрить лучших читателей года, были призваны мероприятия, проходящие в рамках областного проекта «Открытая книга». Новоуральская делегация стала самой многочисленной по количеству наград при подведении итогов конкурса «Лидер чтения». С подробностями Альбина Бабкова. Новоуральск – читающий город. Это доказали итоги областного конкурса «Лидер чтения», проходившего в рамках межведомственного культурного проекта «Открытая книга». Этапы конкурса «Лидер чтения» проводились в городах области в течение года. А 21 ноября во Дворце молодежи Екатеринбурга, куда съехались юные читатели со всей области, состоялось чествование победителей. Всех участников и номинантов конкурса приветствовал министр культуры Свердловской области Павел Креков. Поздравляем, пользуясь случаем тех ребят, которые в чтении отличились в этом году, потому что на просторах Свердловской области проходили конкурсные мероприятия «Лидер чтения». И были победители, были те, кто принимал в этом активное участие. Очень приятно, что действительно, несмотря на то, что разговоров о том, что стали читать меньше, и вот такое растет поколение, которое ничего не читает, на самом деле читают многие. Новоуральцы достойно представили город в области и стали призерами практически во всех заявленных номинациях. Так, в номинации «Лучший читатель класса» второе место заняла Полина Бабкова, ученица третьего класса гимназии 41. А коллектив третьего класса в целом стал серебряным призером в номинации «Самый читающий класс». Самыми читающими школами Новоуральска стали «Городская гимназия» и «Гимназия 41», занявшие, соответственно, первое и второе места областного конкурса. Самой сложной номинацией «Книги и цифры» абсолютным победителем стала новоуральская семья Михалевых. Традиции чтения в нашем городе, ну, наверное, сколько существует город, столько существуют традиции чтения. Несомненно, самый сильный мотиватор – это библиотека Републичной библиотеки. И наши самые лучшие социальные партнеры – это, конечно, наши школьные библиотеки и наши школьные педагоги. И когда заинтересованные люди объединяются вместе, то результат, конечно, получается наилучший. Организаторы выразили надежду, что конкурс «Лидер чтения» станет традиционным. Ведь погружаться в захватывающий волшебный мир книги не только интересно, но и полезно. Альбина Бабкова, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. Сегодня, 21 ноября, в Сочи открылись Дни робототехники. Они объединили международную и российскую научную элиту и экспертов отрасли. Форум продлится три дня и продемонстрирует миру достижения в области робототехники и научно-технический потенциал России. В его работе участвует и делегация от Свердловской области. Символично, что именно в этот день открытия международного робототехнического форума в Новоуральской станции юных техников прошел региональный семинар под названием «Робототехника. Инновация. Творчество. Успех». Перенимать наш опыт приехали педагоги со всей области. «Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады видеть вас на нашем семинаре». В станции юных техников гостей встречает робот-курьер-охранник. Он передает привет участникам семинара. Эта модель, созданная ребятами СЮТА, победила на всероссийском конкурсе. Все лучшее, чего добился Новоуральск в сфере робототехники и других инновационных технических направлениях, демонстрировали сегодня педагогам региона на семинаре. Цель его – представить работу для представителей Дворца молодежи и затем пообщаться с коллегами, увидеть пути развития образовательной робототехники в нашем регионе. В станции юных техников отделение робототехники открылось в 2011 году, в 2014 – еще и в 58-м лицее. Сразу два отделения – на базе учреждения дополнительного образования и общеобразовательного – больше нет ни в одном городе Свердловской области. Всего в регионе робототехнических площадок 15. Успехи новоуральских детей впечатляют. За достаточно короткий срок множество побед на областных и всероссийских соревнованиях. Успешный опыт Новоуральска оценили екатеринбуржцы. Сегодня в семинаре приняли участие представители Дворца молодежи, которые курируют робототехнические площадки региона. Новоуральск держит свой высокий уровень и хотелось бы пожелать в дальнейшем, чтобы не снижали тот темп, тот уровень подготовки обучающихся. Ну и, конечно, я бы хотел сказать, что мы работаем не ради того, чтобы занять, не только ради того, чтобы досуг занять, но и для того, чтобы решать. Дети знали те проблемы, которые существуют на предприятиях. И поэтому хотелось бы, чтобы здесь у нас расширялся круг социальных партнеров. Это и химкомбинат, это и университет, который у вас работает. Развитие детского научно-технического творчества сегодня в приоритете. Робототехническое направление поддерживается на всех уровнях – госкорпорации «Росатом», федеральными, региональными и местными властями. Робототехника – это безусловное будущее. Поэтому несколько лет назад, когда появилась такая тема, безусловно, мы двумя руками за нее подхватились. Для нас это очень интересно еще и тем, что эта тема поддерживается градообразующим предприятием. Госкорпорация «Росатом», топливный компания «ТВЭР». Это позволяет нам как раз двигаться вперед. Одни из последних солидных побед новоуральцев – это первые места на всероссийских соревнованиях «Джуниор Скилз». Комплект медали привезли ученики 58-го лицея, 40-й школы, станции юных техников. Десяти-двенадцатилетние воспитанники станции юных техников победили в мобильной робототехнике и фрезерных работах на станках с ЧПУ. В этом году проходили недавно соревнования на «Джуниор Скилз» также по станкам ЧПУ. Мы выступали с детьми на фрезерном станке. Они молодцы у меня. Они быстро все поняли задание и очень быстро сделали там его. Сегодня инновационными техническими компетенциями в городских кружках занимаются более тысячи школьников. Интерес к инженерной деятельности с ранних лет в будущем позволит региону иметь высококвалифицированные кадры. В этом мнении сошлись участники семинара. Робототехнические площадки служат первой ступенью для реализации программы «Детская инженерная школа», которую поддержал губернатор Евгений Куйвышев. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания. Вчера «Единая Россия» провела очередную 27-ю конференцию. На ней присутствовали делегаты от первичных партийных организаций города, сторонники партии, представители регионального полицовета, а также приглашенные гости. По уставу партии на каждой конференции в местном полицовете проводится ротация кадров. Вчера тайным голосованием были выбраны новые члены руководящего органа местного отделения партии. Также определились два делегата на региональную конференцию. Сегодня гостем нашей студии является депутат Городской думы, секретарь местного полицовета партии «Единая Россия» Антон Мячеславович Парсюкевич. Здравствуйте, Антон Мячеславович. Здравствуйте, Никита. Вчера состоялась отчетная конференция. Вы не могли бы кратко рассказать об итогах работы партии за отчетный период? Вот если рассказывать об итогах или о работе партии в нашем городе, кратко не получится. Но я все-таки постараюсь сделать это. Прошел год. Сделано очень много на самом деле. Отрадно заметить, что увеличилась активность членов партии. Очень много молодежи появилось у нас. Очень активно с нами сотрудничает местное отделение молодой гвардии. Волонтерские отряды, которые создавали мы вместе с молодой гвардией, молодой гвардии отдельно. Активно работаем с ветеранами, с ветеранами труда, ветеранами Великой Отечественной войны. Работаем с пенсионерами, с инвалидами. Местное отделение партии работает с администрацией, в Думе, в фракции «Единая Россия». Наше заявление на выборах по переводу на электропищеприготовление, по переводу сжиженного газа на природный газ квартир наших жителей очень продвинулось вперед, особенно за последние вот эти вот два года. Депутаты средства свои с резервного фонда выделяют на эту работу. В общем, скучать некогда на самом деле. Активно работаем сейчас по бессмертному полку вместе с Новорайской вещательной компанией. Оценка работы местного отделения партии положительная, это самое главное. Были проведены довыборы в местный полицовет. На основании устава на пять человек обновился полицовет. Значит, довыборы были в местную контрольную ревизионную комиссию. На конференции был один из вопросов, которые не требовали голосования. Вопрос был информационный. Он просто требовал одобрения местных партийцев. Вот как я вернусь к тому, что в процессе работы по подготовке 70-летия Победы, в разговорах с ветеранами возникла идея и мысль увековечить память не только тех, кто погиб, защищая Родину, а всех тех, кто воевал, кто жил в нашем городе, живет в нашем городе. То есть возникла идея создания мемориального комплекса или мемориала, где будут фамилии всех участников Великой Отечественной войны. Их становится все меньше и меньше. И когда мы 9 мая приходим на Аллею Победы и чтим память тех, кто защищал Родину, все хотят, чтобы там были фамилии их родственников. Тех, кто дошел до Победы, не погиб во время войны, а строил наш город, строил комбинат. О них знают только семьи. Вот хочется, чтобы об этом знал и видел это весь город. Вот такое предложение вчера на конференции было обсуждено. И местному полицовету было поручено подготовить обращение во фракцию Единой России при Думе и НГО с последующим обращением к представителю Думы и главе администрации. На ваш взгляд, как депутаты Думы и руководство города отнесется к этой инициативе? Да, конечно же, положительно отнесутся. Понимаете, ведь это важно каждому. Ведь у нас в городе, ну в каждой семье, ну или через одно, есть тот, кто воевал в Великой Отечественной войне, тот, кто защищал наш город и после этого, вернее, защищал нашу страну и после этого строил наш город. Здесь вот как раз вот насчет депутатов. Фракция Единой России – это половина депутатов Думы. И здесь фракция нас уже поддержала. То есть можно сказать, что половина Думы уже за. Ну и вторая половина Думы тоже за. Мы все родились в Советском Союзе. Мы все родственники и потомки тех, кто защитил эту страну во время Великой Отечественной войны. Поэтому мы уверены, что поддержка будет. Напомним, в гостях у новоуральской вещательной кампании был депутат городской думы Антон Парсюкевич. Правительство Свердловской области поставило перед местными властями задачу. До конца зимы создать при муниципалитетах общественные советы в сфере ЖКХ. Делается это для вовлечения широкой общественности в обсуждение проблем ЖКХ и подготовку совместных решений власти и граждан. Такой совет скоро будет создан и у нас. Тему продолжит Антон Сапогов. Развитие местного самоуправления невозможно без участия рядовых граждан в обсуждении решений властей. Новый общественный совет будет специализироваться только на вопросах сферы жилищно-коммунального хозяйства. Он необходим для налаживания более организованной обратной связи с населением, для конструктивного диалога с властями и для привлечения активных неравнодушных горожан к выработке общественных инициатив. Это очень интересный вопрос. На самом деле тема ЖКХ обсуждается широко и постоянно, но фактически какого-либо единого органа, который осуществляет обратную связь с населением, который предлагает определенные решения, это очень главное, не критикует, а предлагает решения. То есть действительно в Новорайске такого органа нет. Поэтому до марта 2015 года муниципалитет должен задачу поставленную правительством выполнить. Как пожелание, конечно, хотелось увидеть в этой новой структуре новые лица, новые организации. Возможно, это будут представители молодежной думы, молодежной администрации. То есть большое пожелание администрации, что появится новый орган, который будет предлагать конкретные решения и выступать уже с конкретными инициативами по вопросам ЖКХ. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Телефонное мошенничество процветает. На прошлой неделе в дежурную часть УВД обратились граждане, которые пояснили, что их родители перевели крупную денежную сумму незнакомым лицам. С подробностями Михаил Козлов. При проведении проверки было установлено, что к пожилой женщине на домашний номер телефона поступил звонок и незнакомая, которая представилась сотрудником фирмы, поинтересовалась, оказали ли ей должный положительный эффект лекарства, которые она приобретала еще в 2009 году. Получив отрицательный ответ, мошенница сообщила, что в таком случае пожилой женщине положена денежная компенсация в размере 120 тысяч рублей. Но чтобы получить данную сумму, необходимо перевести на предоставленный счет 50 тысяч рублей. При этом мошенница заверила доверчивую пожилую женщину, чтобы она нисколько не сомневалась в возврате денег. Она не первая, которая получает компенсацию от известной фирмы. Доверчивая пожилая женщина очередной раз поверила. И как следствие, последовали неоднократные переводы денег на предоставленный мошеннице счет. При поступлении звонков, аналогичных звонков гражданам, конечно, независимо от возраста, и если граждане предполагают, что завладение их деньгами происходит неправомерно, появляются подозрения о фактах мошенничества, то, значит, незамедлительно обращаться в дежурную часть полиции. По всем данным обращениям будет в обязательном порядке проводиться проверка и приниматься законное решение. В какой-то момент родственники пожилой женщины обратили внимание на странное поведение своей родственницы. И когда пожилая женщина собралась уже в очередной раз перевести деньги мошеннице, родственникам удалось ее остановить и тем самым не допустить бесконечного выкачивания денег. Как правило, на такие уловки попадаются пожилые люди, которые проживают отдельно от своих детей и иной раз просто не хотят беспокоить своих родственников своими проблемами. Будьте внимательны и интересуйтесь жизнью своих родителей во избежание подобных ситуаций. Уважаемые телезрители, терроризм – одна из самых серьезных и опасных угроз человечества. Кто такие террористы и какие у них цели? Кому выгодны человеческие жертвы? Как люди попадают в ловушку идеологов насилия? И кто нас защитит от страшной войны террора? Эксклюзивные интервью, мнения известных политиков, психологов, религиоведов, экспертов и ветеранов антитеррористических подразделений, а также оперативные съемки спецслужб. Смотрите 12-серийный цикл документальных фильмов «Онтология террора» на телеканале «Россия-24» с 17 по 28 ноября ежедневно в 23.30 по московскому времени. К приятным темам. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без телевидения, которое позволяет взглянуть на все стороны света, быть в курсе важнейших событий и просто с большим удовольствием проводить свободное время. В марте 1998 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения вознаменование даты проведения первого всемирного телевизионного форума в 1996 году. Государством было предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена. Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, сама история ТВ началась примерно век назад. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния проводились еще в начале 1920-х годов в США, Японии и Советском Союзе. Всемирный день телевидения по своей сути скорее посвящен той философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. Ведь в современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации. Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают и работники других профессий. Официально в России Дня бухгалтера нет, однако большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда президентом России Борисом Ельцином в 1996 году был подписан закон о бухгалтерском учете. Кстати, 21 ноября отмечается еще и День работника налоговых органов, что еще не раз указывает на крепкую связь этих специальностей. Поздравляем представителей этих профессий и работников телевидения, своих коллег с профессиональным праздником. И в завершении коротко о погоде. На завтра 22 ноября. Ночью температура воздуха минус 6-8 градусов, днем 4-7 со знаком минус, облачно, небольшой снег, ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%. Спонсор прогноза погоды юридическая антиколлекторская компания «Эскалад». На этом я прощаюсь с вами. Далее предлагаю вашему вниманию традиционную программу поздравляю. До свидания.